Пример правильного и неправильного закрытия паруса Мы хотим разобраться, как закрывать парус Вопрос, почему нам начинать нужно движение от передней руки Потому что, когда мы закрываем парус, передняя рука распирает петлю Я толкаю парус от себя передней рукой, тяну крючком петлю к себе А рукой толкаю от себя Рука толкает, крючок тянет, парус закрывается Теперь смотрите, что происходит, если тянуть парус задней рукой Я тяну парус задней рукой, у меня тело в другую сторону, видите, приподнимается То есть у меня получается, что задняя рука хватается, затягу, петля ослабляется И вес сразу встает на ноги И сразу погружаю корму под парус При этом мачта будет вырываться вперед Мне приходится помогать передней рукой тоже удерживать эту тягу То есть вот эта классическая ошибка Закрываем парус от задней руки И сразу хватаемся передней И сразу петля снимает Как нужно Переднюю руку, когда мы упираемся То есть если начинать закрытие паруса Не задней руки по привычке А от передней То меня сразу же натягивает тропедля Это дает мне возможность повесить вес за борт на тяге То есть задняя рука помогает удерживать парус в закрытом положении Но задняя рука не должна тянуть парус в первую очередь Потому что у нас вес тут же будет вот так переноситься Закрывая задней рукой Закрывая передней рукой Принципиальная разница А сейчас я отвечу на два самых актуальных вопроса от подписчиков Как быстро прогрессировать в виндсерфинге И где лучше учиться кататься Конечно, дохаб Это идеальное место для тренировок по виндсерфингу И прямо сейчас я объявляю набор на мои авторские виндсерфинг интенсивы Которые уже успели себя зарекомендовать Как новый суперэффективный формат обучения И это твой шанс В кратчайшие сроки гарантированно добиться ярких результатов Читай подробности внизу в описании под видео До встречи в моих виндсерфингах на Хаббер Субтитры создавал DimaTorzok